Выйдите же! Вы слишком далеко зашли, и я устал от этой игры. Откройте дверь, мисс Кэпвелл. Ну же, Иден, ответь на этот звонок. Иден. Ну ладно, даю вам три минуты. Наверное, вам нравятся мужчины, которые гоняются за вами. Неужели вы хотите, чтобы я вышиб дверь? До сих пор я старался быть джентльменом. Вы не джентльмен. Иначе бы вы просто ушли. Вы этого хотите? Вы на самом деле хотите, чтобы я ушел? Я вызвала охрану. Они уже поднимаются. Извините, неприятности мне не нужны. Я, пожалуй, сейчас уйду. И все-таки жаль, что мы не познакомились поближе. Поверьте, вы не знаете, что вы теряете. Наконец-то. Интересно, и сколько же он будет об этом жалеть? Ты же на самом-то деле не хотела, чтобы я ушел? А вы весьма настойчивы, не так ли? Вам это не нравится? Мне нравятся напористые мужчины. Да, я просто танк. Так, может быть, вы передумали? Ну, если мы поймем друг друга. По-моему, мы стали гораздо лучше понимать друг друга. Для этого нужно время. Мне кажется, чем больше будет темнеть, тем лучше мы будем понимать друг друга. Итак, что вы собираетесь делать сегодня вечером? Я бы хотела посмотреть отель. Здесь такое казино. А вы, по-моему, хорошо все здесь знаете. Правда? Ну, я подумала, что вы должны знать. Казино. Ну, что ж, если леди хочет осмотреть большой отель, я не могу лишать ее этого права. Что-то случилось? Кажется, я потерял бумажник. Да, вот же он. Видимо, он выпал, когда вы надевали пиджак. Прекрасно. Вы готовы? Да. А играть вы умеете? Обожаю игру. Ну и хорошо. Только выигрываешь не всегда. По-моему, вас тут все знают. Да. И очень уважительно относятся. Что ж, с боссом нужно ладить. Наверное. И вы должны присматривать за всеми этими людьми всю ночь? После дебюти я не люблю говорить о делах. Для меня это время отдыха. Вам понятно? Конечно. Хорошо. Значит, будем веселиться и играть. Вы умеете играть в азартные игры? Как все? Отлично. Надеюсь, вы меня не подведете. Разве я вас уже в чем-то подвела? Если станет слишком круто, я просто уйду. А если я не отпущу? Позволь представить тебе мою приятельницу. Мы познакомились в аэропорту. Келли, что ты на себя напялила? Вы знакомы? Что вы здесь делаете, Келли? Захотелось немного отдохнуть, вот и решила прокатиться в Лас-Вегас. Какое совпадение. Просто поразительно. Крейг, уведи, пожалуйста, дам отсюда и проследи, чтобы их доставили домой в целости. Мистер Барр, по-моему... Послушайте, Мистер Барр задержится здесь до утра, а я с удовольствием поднимусь с вами наверх. Выпьем, поболтаем, пока ваша сестра собирает вещи. Если бы отец увидел тебя в этом, ты знаешь, что бы было? Не надо, Ида. Укладывайте чемодан, Келли. Я никуда не собираюсь ехать. Вы обе возвращаетесь в Санта-Барбару. Не волнуйтесь, я лично провожу вас до самолета. Только, пожалуйста, без фокусов. Мне нужно переодеться, и я не могу вернуться в таком виде. Только побыстрее. Чего ты хотела этим добиться? А что? Я полетела с ним, надеясь получить кое-какую информацию. Ты еще больше все осложнила. Большое тебе спасибо. Но, насколько я понимаю, и твоя миссия была не очень успешной. Я бы его расколола, но когда мы обе там оказались... Ну, хорошо, прости меня. Прости. И ты меня прости, ты не виновата. Надеюсь, он не передумает объединять компании. Это наш единственный шанс. Но зачем-то ведь он сюда прилетел. Может быть, из-за Кэпл Энтерпрайзес. У нас нет собственности в Лас-Вегасе, а у него? Вряд ли. Но что-то ведь заставило Роберта Бара все бросить и прилететь сюда. Насколько я поняла, сегодня должно состояться какое-то важное совещание. С кем? Не знаю. Но я нашла вот этот снимок. Это Хант, Барр и еще кто-то. Лица не видно. Не видно. Может быть, это он и есть? Кто он? То, о ком говорил Круз. Кому подчиняется Роберт. Наверное, это он. Что будем делать? Надо как-то умаслить Роберта. Но Хант сказал, что он выгнет нас отсюда через две минуты. Если будет нужно, мы останемся в Лас-Вегасе. Мы не позволим какой-то горилле выгнать нас отсюда. Черт возьми. Кажется, вы собирались переодеться. Я передумала. Мистер Барр, я могу вам кое-что объяснить? Пора возвращаться в Санта-Барбару. Не сердитесь на меня. Нам ведь еще нужно обсудить детали слияния. Будем вести себя цивилизованно. Никакого слияния не будет. Завтра утром Кэппл Энтерпрайзис будет принадлежать мне. Продолжение следует...